На самом деле, когда мы говорим про контекст американского бакалавриата, вам не столько нужен будет Motivation Essay, сколько College Essay. Я узнал, что это не IELTS or SAT, а это IELTS и SAT. Это, наверное, вторая по важности идея и инсайт, который вы должны принимать во внимание. Учиться в Гарварде или вот в этих больших каких-то серьезных университетах – это легко. Мне понадобился один год и 10 отказов. Во-первых, хотелось, конечно, поблагодарить вас за то, что вы… И поздравить вас в каком-то плане, потому что вы на правильном пути, если вы уже здесь. В том плане, что вы серьезно относитесь к поступлению, к вот этому большому пути, который вам предстоит, и во многом травмирующему пути, если вы уже с этим знакомы, которым вам предстоит пройти. И, насколько я понимаю, насколько мне сказали организаторы, было 100 человек зарегистрировались на это мероприятие. Это говорит о том, что есть большой спрос на это, и это, в принципе, очень актуально. За последние два года я провел большое количество лекций, каких-то мероприятий, интервью, которые в основном проходили в онлайн-режиме и на английском языке. Поэтому для меня это в каком-то плане двойной вызов выступать на русском и в оффлайне, потому что в основном для меня это маленький экран, и сфокусироваться буквально на 4 человека, сколько там показывается, и, в принципе, этого достаточно. Сегодня вот эта презентация, которую сегодня мы разберем, она была сделана за последний день, потому что уже послезавтра я улетаю в Сингапур на учебу, и зеофорум, ребята из зеофорума попросили меня сделать эту презентацию буквально за день. И поэтому контент, он будет немножко разбросан, там будут какие-то идеи, наработки за последние фактически 4 года, когда я сам пытался разобраться, что такое мотивационные письма, когда я помогал ребятам разобраться с этим. Поэтому я думаю, лучше начать с того, чтобы описать немножко мой путь в поступлении, определенные этапы в поступлении, которые я прошел. Все началось в 2016 году, это было время, когда я сдал IELTS, и у меня получилось с первого раза сдать на 8, и в тот момент это, ну и сейчас, я думаю, в тот момент это было чуть более, больше такой редкостью, чем сейчас, намного больше подготовленных, талантливых ребят. И в тот момент мне показалось, что этого будет достаточно. И для меня было большим сюрпризом, когда я на сайте Еля, того университета, куда я хотел поступить, я узнал, что это не IELTS or SAT, а это IELTS и SAT. И буквально было 7 дней, чтобы записаться на SAT, тогда был переход со старого на новый формат, поэтому я готовился к старому, я пришел туда, открыл экзамен и понял, что это совсем другой экзамен по сравнению с тем, к которому я готовился. Потому что, как вы знаете, сейчас это новый формат, а тогда это был старый. Что в итоге произошло? В 2017-м я подаю, получил отказы от всех университетов, которые я подавал. У меня был waitlist от Принстона и waitlist, по-моему, от Колби колледжа, которые меня вдохновили подать, в принципе, во второй раз. Но мне очень повезло, потому что вот в этот год, 2017-й год, мы с моими друзьями стартанули проект по buy a regretable paper, и этот проект получил второе место в Узбекистане. После этого нас пригласили в ООН, как финалистов такой есть contest. Я буду переходить на английский язык сегодня очень часто. Называется Ideas for a Change. И там мы попали в топ-5 команд. И заняли там последнее место. Это был полный провал, но из-за того, что нам было по 17 лет, нас пригласили дальше продвигать эту идею и так далее. И, в принципе, я мог как цирк Дюсселей по всему миру ездить с этим проектом. Я думаю, те, кто связан с предпринимательством, они понимают, насколько много есть возможностей для того, чтобы реализовать свои проекты и так далее. Но я все равно выбрал образование, потому что у меня всегда было в голове, я не знаю, может быть, мы так воспитаны, что нужно вот эти 4 года, они очень важны для твоей какой-то личной трансформации и твоего роста. А в итоге после вот этих всех каких-то передвижений, поездок, которые для меня были большим удивлением, я не думал, что это будет реально, что это будет возможно, я получил рекомендацию от экс-вице-президента eBay и вице-президента экономической комиссии при ООН. Написал новые мотивационные письма, улучшил свой SAT с 1410 до 1520. И в итоге решил переподать. Уже в 2018 году я был принят в Amherst College и Yellenhaos College с полным финансированием. После поступления началась какая-то новая глава в осмыслении вообще поступления и что это может мне дать и как я могу помочь другим студентам с этим. В 2019 году мой братишка поделился желанием тоже подать Yellenhaos. Опять-таки тоже такие семейные моменты, да, наши традиционные, что куда старший брат, туда и младший брат. И у него был IELTS 6.5, он был совершенно не готов, но у меня была полная убежденность в том, что я смогу его подготовить, пройдя вот этот вот очень сложный путь в поступлении самому. В итоге я понял, что я могу не только ему помогать, но еще парочку ребятам с ним вместе, потому что у нас очень много таланта, у нас очень много ребят с большим потенциалом. И в итоге я понял, что я могу это сделать, я могу готовить и других. В 2019 году мой младший брат поступает в Yellenhaos и две девушки из России, которым у меня получилась возможность помочь, они поступили в Дюк Куншан. Кстати, вот вы можете познакомиться с донером, который тоже поступил в Дюк Куншан, тоже на полное финансирование, очень-очень серьезный вуз. В 2020 году появилась идея попробовать кого-то из государственной школы, что было очень важно, из Узбекистана, попробовать, чтобы они поступили в Лигу Плюща. Потому что, как вы знаете, мы очень часто слышим, что мой сосед поступил в Гарвард, мой там еще кто-то там поступил в Принстон. Но на самом деле настоящих историй того, что из государственной школы ребята из Узбекистана поступают в Лигу Плюща, очень мало. И у нас вот появился такой драйв, давайте мы попробуем сделать это. И у меня был знакомый, мой друг, который тоже посещал и спикинг-клубы, которые я организовывал долгое время назад, Умид Усманов, который прошел вот этот вот тоже путь фактически вместе со мной. Ему было, вот когда мы с ним познакомились 13 лет, и мы прошли весь этот путь вместе. Так получилось, что он поступил в Лигу Плюща. Это было полным удивлением, как для меня, так и для него. Мы, в принципе, не ожидали, что это будет возможно. И вместе с ним поступили ребята в NYU Буддави, Минервет Киджай и NYU Шанхай. Кто-то из них из Узбекистана, кто-то из них из Казахстана и России. И сегодня мы поговорим о, наверное, самом важном элементе вашей заявки. Это мотивационное сочинение. Мотивационное сочинение, мотивационное… Опять-таки мы сейчас разберемся в терминах, вообще, что такое, как мотивационное сочинение отличается от колледжеса и так далее. И это очень-очень важно. Но перед тем, как мы перейдем к этому, нужно понимать, что мотивационное сочинение, оно соединяет все этапы вашей заявки в одно. То есть оно создает right frame для подачи заявления. В широком смысле motivation letter, я не знаю, видно вам, ребят, видно, да? Или нет? Да. В широком смысле motivation letter это is a document detailing your professional skills and reasons for applying for a course of study, a scholarship, a volunteer job. То есть это большое такое, большое какое-то описание, большой термин, который, наверное, многие думают, что вот именно то, это то, что вам нужно будет отправить в университет. На самом деле, когда мы говорим про контекст американского бакалавриата, вам не столько нужно будет motivation essay, сколько college essay. Описание для college essay я нашел на сайте УЗНьюз. И давайте мы по пунктам можем прочитать. Not only is the college essay a place to showcase writing skills, it's one of the only parts of a college application where a student's voice can shine through. Unlike task scores and transcripts, the college admissions essay offers students a chance to showcase their personality. То есть вы можете сравнить разницу между первым и вторым. В первом это что-то dry, что-то что-то такое, как американцы говорят, сухое по факту, с определенным форматом. Второе, это больше креатив, это больше что-то нестандартное. Там нету правил, вы можете написать все, что вы хотите. Вы можете написать стих, который вы написали. Вы можете написать три слова, и это может быть вашим college essay. То есть нету форматов, нету правил, все, что угодно, что может сделать свое дело. Это поступить в университет. Теперь разберем немножко темы сочинений, потому что, как вы поняли, формата определенного нет. Вы можете заполнить все, что угодно. Если вам кажется, что это подойдет в вашей заявке, что это опишет все части вашего, все элементы вашего аппликейшена, это должно сработать. Но какие темы сочинений? Для начала я хотел бы разобрать цитату главы президента Common App. Если вы знаете, что такое Common App, это приложение, через которое вы как раз таки подаете вузы. Так вот, он пишет. Particularly at this challenging times, we can help students think about something positive and heartfelt in their lives, and we can do it explicitly. То есть, когда мы говорим про темы, про тематику ваших сочинений, это должно быть что-то, что define you, что описывает вас, что может рассказать и познакомить комиссию с тем, кто вы есть на самом деле. Есть несколько промптов, которые вы можете также найти в Common App, которые примерно дадут вам понимание о том, какую тематику вы можете покрыть. Во-первых, можем прочитать несколько из них. Some students have a background, identity, interest or talent that is so meaningful, they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. То есть, это может быть история, какой-то нарратив из вашей жизни. Второе. The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you face a challenge setback of failure. То есть, это может быть какой-то вызов, какая-то проблема, с которой вы столкнулись. То есть, опять-таки, тематики определенных тем, которые вы можете описать, их много, но они должны рассказать что-то о вас, рассказать что-то, что для вас важно, что-то важное из вашей жизни. И теперь мы перейдем, наверное, к самому главному, главной части этой презентации, элементы успешного сочинения. Начнем с английского языка, потому что это действительно очень важно. Даже с 8+, по IELTS и 1500 по SAT, ваш уровень английского языка, скорее всего, не на нужном уровне, чтобы написать успешный college essay. Это то, что большинство студентов понимает, когда им отказало 10 университетов, и они понимают, что что-то нужно радикально менять. Так вот, вот это вот буквально первый пункт, который здесь написан. Мне понадобился 1 год и 10 отказов, чтобы понять, что тот уровень английского, которым я был, даже с IELTS 8 и так далее, был nowhere near того, где он должен был быть. И второй момент. Во многом college essay и был введен из-за неспособности экзаменов определить настоящий академический уровень студентов. Особенно writing skills. Когда мы говорим про IELTS, это определенный формат, это определенный шаблон. Но, как мы уже знаем, креативное письмо, это как раз-таки отторжение шаблонов, отторжение вот таких вот форматов. Это выход за границы вот этих вот каких-то устоявшихся правил. Один термин, который вам нужно будет записать, и я не вижу многих ребят, которые записывают, я вам очень советую делать как можно больше notes, как вы сможете, потому что сегодня будет много терминов, мы разберем различные моменты и с точки зрения поступления тоже. И один термин, который вы должны записать, это holistic admissions. Что такое holistic admissions? Я думаю, можно перевести это больше в семинар, потому что, чтобы вы просто не заснули. Holistic admissions, anyone? Что это такое? Сейчас вот. Оценка вашего application, да? То есть, когда мы говорим про заявку, и я думаю, что многие из вас уже знают, как подавать в американские вузы, это не только результаты экзаменов, это не только ваши сочнения, это не только рекомендации, это все вместе взятое. Поэтому holistic admissions как раз-таки относится вот к этой идее, что комиссия будет рассматривать все вместе, то есть они не будут смотреть только на тест, они будут смотреть только на ваши сочнения или только на рекомендационные письма. Это будет, как бы они будут наблюдать это все как общее целое. Хорошо. И буквально две рекомендации до того, как мы перешли к следующим слайдам. Обязательно прочитайте статью Malcolm and Gladwell, которая называется Getting in. Как я сказал в предыдущем, вот был такой point, что college essay как раз-таки создан для того, чтобы заполнить вот эту вот проблему с экзаменом, потому что они показывают, какой у вас реально академический уровень. Но есть еще одна причина, почему университеты ввели вот такую holistic admissions. На самом деле это только американская система. В Европе все по-другому. У нас, как вы знаете, сдал определенный IELTS, сдал определенный тест и welcome. Обязательно почитайте. Очень интересная статья. Какие-то есть вещи, которые чуть controversial и так далее, поэтому мне было бы некомфортно, может быть, о них говорить, потому что они достаточно деструктивные. То есть причины, почему американская система такая, какая одна есть сейчас, это не только потому, что они реально заботятся о academic life и так далее. Вы почитайте о каких-то деструктивных roots вот этого системы. И вторая очень классная книга, которую я вам советую, называется Where you go is not where you will be. Фактически это книга, которая полностью оторгает идею, что Гарвард, Ель, Принстон и все эти Лиги Плюща это университеты, только в которые вы должны пытаться поступить. Эта книга, она критикует идеи, вот этот вот имидж, который эти университеты создали, что это места, куда поступают только талантливые ребята, вне зависимости от финансовых возможностей и так далее. Имидж, который эти университеты хотят создать. И в принципе они уже их создали. Элементы успешного сочинения риторическими. То есть мы сказали, что английский язык должен быть совершенно на принципиально другом уровне. Но есть и определенные методы в риторике, которые вы должны знать. И когда мы говорим про риторические методы, вы должны понимать, что корни у этого предмета, они находятся в Древней Греции, потому что это первая демократия. Риторика — это наука об убеждении, это предмет об убеждении. И именно там сложились первые концепции, первые фреймворкс насчет того, как нужно убеждать людей. И причем убеждать не в плохом смысле, когда вы просто borderline обманываете, а убеждать фактами, убеждать логикой. Есть три основных момента вот в этом… Как сложно говорить на русском языке. Как сложно говорить на русском. Есть три момента вот в этом процессе риторики. Первый — это ethos. Обязательно записывайте просто, вы должны это все знать, потому что это очень поможет вам в написании мотивационных писем. Первый — это ethos. Это credibility. Или другими словами — авторитет. Авторитет ваш и авторитет тех людей, к которым вы ссылаетесь. Тех цитат, которые вы используете, тех людей, которые вы читаете, тех компаний, в которых вы работаете. То есть насколько они credible, насколько у них серьезная репутация. Второй момент — это pathos. Это эмоции. Это то, как вы погружаете вашего зрителя в эмоциональную составляющую того, что вы говорите. Что они чувствуют в этот момент. Действительно ли они ощущают то, что вы преподносите. И третий момент — это logos. Или логика. То есть да, эмоции — это хорошо. Да, если вы ссылаетесь каким-то людям или компаниям с большой репутацией, это, конечно, хорошо. Но очень важно показать факты, логику, data. Вот эти все моменты. И все три этих элемента должно быть в той или иной степени в вашем сочнении. Или даже два будет достаточно. То есть ethos может быть и нет, потому что, может быть, у вас не было internship в Deloitte или еще что-то. Но если вы сможете с помощью логики и эмоций погрузить комиссию в фактически то, что вы хотите сказать, это показать себя, рассказать о себе, то этого уже будет достаточно. Следующий момент. Академический аспект. Это, наверное, вторая по важности идея и инсайт, который вы должны принимать во внимание. В своем мотивационном сочинении, что бы это ни было, как я уже сказал, это может быть, это может быть поэм, это может быть статья, это может быть все, что угодно. Это может быть одно слово или одно предложение. Вы должны суметь сделать две вещи. Во-первых, вы должны показать, что вы сможете выдержать академический прессинг университета. И это очень важно, потому что нам может показаться, что учиться в Гарварде или вот в этих больших, каких-то серьезных университетах это легко. Что мы с нашим таким менталитетом местным мы сможем это сделать. Мы работоспособные. Мы пойдем и покажем им, что такое настоящая работа. Я тоже так думал. И когда я столкнулся с тем уровнем, я понял, что мы отстаем. Что мы отстаем. Что когда нам нужно читать 100 страниц в день и писать 2500 слов сочинений каждую неделю, мы к этому абсолютно не готовы. когда единственное сочинение, которое я писал, это было для SAT и для IELTS. И там вы понимаете, что такое реальное обучение. И если даже вы хотите обмануть университет и показать им, что вы реально сможете это сделать, когда вы не сможете, у вас будут реальные проблемы в самом университете. Поверьте, такие, как были у меня. И они действительно довели меня до того, что я не могу выражать свои мысли на русском языке, потому что последние два года или последние три года это только английский язык, это только сочинение, причем в каких-то невероятных объемах. Второй момент. Вы должны показать, что вам действительно нужно то образование, которое университет может предложить. И зачастую это liberal arts. И это еще один термин, который вы обязательно должны знать. Кто знает, что такое liberal arts? Да, да, мы говорим только о бакалавриате. И это не foundation year, это фактически 4 года вашего обучения. Идея заключается в том, что вы не поступаете на определенный факультет. Все поступают на все факультеты. И потом вы можете попробовать любые классы. Например, как студент по направлению философии, политики и экономики, я могу брать абсолютно любые классы. Я могу взять биологию, я могу взять физику, я могу взять курс по африканским барабанам, я могу взять абсолютно любой язык, существующий, не существующий, древнегреческий и так далее. Все, что мне кажется мне интересно и все, что является частью моего академического интереса. Вот в этом и заключается в принципе американская концепция liberal arts. То есть вам нужно каким-то образом показать, что вам это нужно. То есть если вы хотите стать инженером, грубо говоря, и у вас уже есть навыки, у вас есть опыт работы, вам не нужно будет liberal arts. Вы должны будете пойти в инженерную школу и все 4 года изучать только это дело. или если мы говорим про law, то же самое. То есть вам нужно показать, что именно вот эта система вам нужна. Есть такой очень интересный кейс, одной из наших студенток, ее зовут Нурай, она из Казахстана. И когда я читал ее сочнение, было полное ощущение, что ей просто не нужно liberal arts. Она с детства буквально там с пеленок начала что-то продавать, что-то делать, что-то создавать в сфере предпринимательства, там делать cookies и продавать их на улице для того, чтобы достичь каких-то там социальных достижений и так далее. То есть это человек с конкретным профилем бизнесмена, предпринимателя. Зачем ей нужны африканские барабаны? Зачем ей нужны химия, физика, экономика, политика и философия? То есть нужно ли вам это или нет? Ей отказали все университеты, кроме университета Минервы, который как раз таки специализировался на новом формате, на абсолютно новом куррикулум, в котором не было предметов таких, как экономика, вместо этого там было, как быть успешным при капитализме, что такое, или как, например, развить свои public speaking skills, над которыми мне точно нужно поработать в следующие три года. Поэтому она поступила туда, куда ей нужно было. То есть в каком-то плане университеты помогают вам, отказав вам, да? Они говорят вам, вам не нужно это, вам нужны, может быть, какие-то другие программы, какие-то другие академические курсы. Следующий момент — культурные аспекты. Это тоже очень-очень важно. Это то, что люди пропускают. Очень часто, когда мы говорим о студентах государственных школ, кем я был, я не выезжал очень часто из Самарканда. И те мысли, те идеи, те нормы, традиции, в которые я искренне верил, мне казалось, что везде так. Но когда ты попадаешь в эту международную атмосферу, в этот комьюнити, ты понимаешь, что очень много идей, которые кажутся тебе 100% правильными, они челлендж. То есть ты меняешь свое мнение и нужно показать университету, что вы к этому готовы. Что, а, вы можете оперировать в межнациональной и межкультурной среде, и вот как раз таки здесь вы можете увидеть важность участия в международных ивентах и конкурсах. И второе, это то, что вы открыты к новым перспективам и точкам зрения. Потому что это именно то, чем вы будете заниматься следующие 4 года вашей жизни, если вы поступите в американский университет. Там будут ребята из разных стран. Например, у меня есть друзья из Зимбабве, из Болгарии, из Австралии, из Канады, из Китая и так далее. Все эти люди думают по-другому, они были воспитаны по-другому, нежели по сравнению с вами. Поэтому очень важно показать, что вы сможете с ними кооперировать, что вы сможете банально с ними разговаривать, потому что, несмотря на то, что вы все говорите на английском языке, вы фактически говорите на других языках. У вас другие assumptions в жизни, у вас другие какие-то глубинные цели, глубинные мысли. Поэтому очень, это, наверное, самый такой undervalued элемент в вашем поступлении. Следующий момент, maturity. И на самом деле, я думал написать русское слово зрелость, но, мне кажется, зрелость до конца не передает смысл этой концепции maturity. В вашем мотивационном сочинении одна из целей его заключается в том, что вы должны показать, что вы человек, который может принимать самостоятельные решения. И это особенно сложно, когда в нашем контексте, с нашими традициями нас всегда ведут, нам всегда говорят, что нам нужно сделать, в университет, вот это. то есть мы очень мало принимаем самостоятельных решений. И для нас очень важно, чтобы мы могли им показать, что я могу принимать самостоятельные решения, я могу плыть против течения, делать то, что другие люди не делают, или делать, наоборот, что-то против каких-то социальных тенденций в вашем контексте. Одно из самых интересных заданий, первых заданий по предмету comparative social inquiry, который у меня был в Yale-NUS, это то, что мы должны были сделать что-то против локальной нормы. Например, вы едете в лифте, все люди смотрят в эту сторону, а вы встаете наоборот, и все такие, что он делает, то есть нужно смотреть сюда, нет. Или, например, кто может представить, что можно взять и зайти, например, в автобус с матрасом, просто его разложить и лечь туда. И просто на автобусе. Почему? В принципе, это можно, то есть физически вам всегда это было возможно, вы можете зайти, поставить матрас, просто лечь и очень комфортно, удобно доехать от остановки до остановки. И нас фактически просили сделать это реальные истории, которые люди сделали. И я думаю, с учетом моего какого-то воспитания я не смог не сделать ничего, но мои друзья делали просто какие-то ridiculous вещи. Я даже, некоторые из них просто я не смогу в этом контексте рассказать. Но опять-таки идея заключается в чем? Да, наверное, это не показатель зрелости, но это показатель того, что вы понимаете, какие социальные структуры сдерживают вас, какие нормы, которые вы, может быть, даже не видите, но они direct your life фактически. То есть быть свыше социума в каком-то плане. Видеть именно с bird's eye view, а не быть частью системы и не догадываться, что ты часть системы. Второе. Вы должны показать, что у вас есть продуманные ответы на вопросы, почему вам нужно образование за рубежом, почему вам нужно образование в конкретном вузе, почему Princeton, а не Yale, Garvard, а не Amherst, или Williams, а не еще что-то. И, кстати, один интересный пример вот по этому поводу. У МИД поступил в Williams College, это колледж из малой лиги Плюща, и когда я поделился этим со своими друзьями, они были просто в шоке, потому что это одно из самых элитных американских университетов. И у МИД был такой, там типа, я все равно подожду Yale. И в то время, как я радовался за него, я уже, ну все, это победа на самом деле, человек поступил в малую, пусть даже малую лигу Плюща, но в самое элитное заведение, было понятно, что он не хотел в этот конкретный вуз, даже несмотря на то, что это был классный вуз, он даже не понимал, что это очень крутой вуз. То есть в каком-то плане нужно знать, нужно знать, почему вы это делаете. И это очень-очень важный, важный вопрос. Теперь разберем основные ошибки при написании сочинения. Этих ошибок на самом деле очень-очень много. Я просто накидал те, которые мне пришли в первую очередь, потому что я постоянно читаю что-то, что студенты пишут, и там намного-намного больше, чем вот этот вот маленький список. То есть это первое, что попало в голову. Первое, рассказывайте, но рассказывайте, но не показывайте. То есть я такое-то, такое-то, я добился того-то, того-то. Но вы не показываете конкретных примеров этого. Вы не... Вот, например, можно сказать, я выступил в зале. А можно сказать, можно это показать, что как вы выходите, стук ваших, я не знаю, в вашей обуви и, например, какое-то ощущение в зале. То есть вы описываете, а не просто говорите, что я выступил где-то. То есть вот этот вот креативный, опять-таки, creative writing, вот эти вот элементы, элементы fiction, они очень-очень важны, потому что, помните, pathos, да, вот эмоциональный элемент. Это именно то, что нам нужно. Второе, слишком много философии. Почему-то первый, вот первый порыв у студентов, это то, что начинать писать что-то умное, заумное, что может быть студентам кажется, что это звучит классно. И на самом деле, когда мы говорим про университет и про тех людей, которые будут это читать, эти люди читают нитши, они читают конфуция, они читают различную литературу. Вы не напишите лучше нитши, вы не напишите лучше самых крупных философов. Поэтому постарайтесь, может быть, просто описать какую-то историю из вашей жизни, и этого будет достаточно. Не нужно уходить в философию, потому что у вас всего лишь 650 слов вам дано. Поэтому keep it concise и не уходите особо в философию. Следующее, неэффективное письмо. Много слов, мало смысла. Очень часто ребята приносят свои сочнения и один параграф можно было описать буквально одним предложением или одной фразой. Если это, если это the case, хочется сказать, если это the case, тогда вам нужно менять этот параграф, тогда вам нужно сокращать. То есть суть заключается в том, чтобы каждый параграф, когда вы, когда admissions committee читал бы ваш параграф, было бы ощущение, что они читают целую страницу, потому что это настолько dense, информация настолько густо, густо изложена. Поэтому удаляйте по максимуму из вашего сочнения ненужные вещи, ненужные слова. Есть такой термин, вы можете записать, redundancy. Redundancy – это ненужное повторение. Ненужное повторение, когда вы говорите два синонима в одном предложении, масло масляное. то есть вот таких вот элементов очень много в сочинении, которые нужно убирать. Четвертое. Слишком много идей для одного сочнения. Опять-таки, может быть, из-за нашего какого-то юношеского максимализма нам хочется успеть все и рассказать и о семье, и о ваших каких-то проблемах, и о школе, и о колледже, и так далее. И вот такая есть интересная тенденция, что каждый параграф – это отдельное сочинение, это какая-то отдельная идея. На самом деле, лучше рассказать об одном чем-то, чем переходить от идеи к идее и не раскрыть ничего. То есть вы по верхушкам прошлись, но вы не раскрыли ни одну из тем. Больше, чем одна промежуточная идея в одном параграфе. То есть в каждом параграфе должна быть одна идея. Вы должны ее детально передать, детально раскрыть. Не нужно много идей вкладывать в один параграф. Следующий момент. Очень локальные темы. То, что вам может казаться важным в каком-то определенном контексте, не говорит о том, что это может быть важным в целом. То есть какие-то есть, опять-таки, тенденции у студентов писать о том, что какая-то учительница их не любила в школе. Эта учительница постоянно им говорила, что у вас ничего не получится в жизни, что у вас ничего не будет. И вдруг у вас все получилось, и вы пришли к этой учительнице, вы ей сказали все в лицо. И это такой пример успеха. И да, это может быть важно и интересно в локальном контексте, но представьте, сколько сочинений, похожих сочинений будет читать комиссия. Поэтому очень важно, что вы находите вот эти вот какие-то идеи, которые хотя бы у них была какая-то претензия на оригинальность, претензия на интерес. Следующий момент. Не оригинальность освещения темы и стереотипы. О любой теме можно интересно, любую тему можно интересно описать. Можно взять вот этот вот кликер и написать в нем так, что просто написать целый роман. Это зависит от вашего уровня и ваших способностей, именно писательских. Я думаю, что когда вы выходите из колледжа, о кликере интересно написать вы не сможете. Поэтому очень важно, чтобы что бы вы ни описывали, о какой бы теме вы ни говорили, даже может быть о вашем учителе, который к вам как-то к байест относился. Вы показывали свою интересную перспективу, свое оригинальное видение, чтобы вы сказали так, чтобы об этом никто подруг... так это описать никто бы не смог. То есть покажите свою интересную перспективу на то, что происходит. Следующее. Слабо английский, как мы уже говорили. Нужно четко понимать, что уровень английского совсем другой и вам нужно будет его поднимать. Я даже не представляю, как это можно будет сделать в локальном, то есть может в международной конкурсе. Как-то нужно себя, как-то нужно challenge в каком-то плане выходить на международный уровень, потому что IELTS будет недостаточно, SAT будет просто недостаточно. И последний момент. Несоответствую вашего сочинения и остальных элементов заявки. Когда вы пишете, например, что вы участвовали в клубе химиков, затем в детстве вы выиграли какую-то локальную олимпиаду по химии, и вдруг ваше сочинение о том, как вы хотите стать финансистом или аккаунтентом. То есть есть какое-то критическое несоответствие ваших фактов и вашего сочинения. Поэтому ваша заявка, ваши интересы, рекомендательные письма, они должны быть каким-то одним организмом, который would make sense. И да, это последний. Но опять-таки, очень много ошибок. И будет сложно передать их всех. И я думаю, что основной целью сегодняшнего мероприятия, сегодняшнего нашего разговора, наверное, должно быть не то, что вы должны понять, как писать сочинения, а то, наверное, первое, что писать сочинения — это сложно, это намного сложнее, чем вам кажется. И второе — это то, что вот те книги, те материалы, которые я отправил, углубитесь в них. То есть у вас должен быть какой-то порыв углубиться в это все. Углубиться в риторические методы, в культурные аспекты, в какие-то социальные аспекты, почитать об университетах. То есть понять, что вам нужно будет сделать намного более research, чем, может быть, вы думали, вам хватит. Как избежать всех этих ошибок? Во-первых, постоянно записывайте интересные идеи, события, тенденции, которые вы замечаете вокруг вас. Идеи, они есть действительно просто везде. И это очень важно, что вы take note of them, и что у вас есть вот этот постоянный поток того, что вы смотрите вокруг вас, вы ищете архетипы людей. Кто ему знает, что такое архетип? Что такое архетип? Архетип. Архетип – это какой-то тип человека, который поймет и американец, и, например, когда мы говорим «лентяй», вот это тоже определенный архетип. И американец вас поймет, что такое лентяй. И в Узбекистане, и в России. То есть это определенный архетип человека или, наоборот, успешный человек. Хотя здесь уже немножко сложно, потому что успех в разных странах будет подождаться по-другому. Но именно вот смотрите, какие типы людей вокруг вас, как они думают, что они, о чем они говорят. Может быть, отношения с вашими родителями, там может быть что-то интересное. Но вам нужно опять-таки просмотреть какие-то интересные оригинальные моменты, которые происходят вокруг вас. И поверьте мне, они происходят. Каждый из вас, он родился в определенном контексте, в определенном временном, географическом, с точки зрения вашего возраста, где вы учились и так далее. И вот эти комбинации всех факторов родили уникальные какие-то истории, уникальные моменты, которые происходят вокруг вас. И на самом деле многие студенты говорят, нет, у меня нет ничего интересного, нет ничего оригинального, что происходит в моей жизни. И это всегда не так. Потому что, опять-таки, те социальные факты вы просто, может быть, не замечаете. Вы должны посмотреть, с какими людьми вы общаетесь, посмотреть, какие вещи с вами происходят, каких целей вы хотите достигнуть. Я уверен, что там будет очень много материала для написания мотивационного сочинения. Следующий момент. Читайте, анализируйте фундаментальную литературу. Это очень-очень важно. Мы мало читаем, и мы мало читаем фундаментальную литературу. И под ней я понимаю, вы можете взять русскую литературу, вы можете читать Орвелла 1984, вы можете читать Ницше, вы можете читать того же Малкома Гладвелла, который является одним из самых prominent эссеистов и журналистов современности. Вам нужно погружаться во все эти темы, потому что по-другому вы не сможете видеть вещи вокруг вас. Следующий момент. Обсуждайте сочинения на структурном уровне. Очень часто ребята переходят сразу к написанию сочинения. И на самом деле это хорошо, если вы хотите просто много сочинений написать, потому что даже на структурном уровне можно отметать различные идеи и так далее. Вам придется писать очень-очень много, я сразу говорю. То есть это может быть 10-15 различных вариантов сочинений до того момента, как вы остановитесь на одном, и потом вы будете его редактировать. Это следующий этап вот в этом во всем процессе. Поэтому нужно всегда обсуждать их на уровне структуры для начала, после этого уже переходить к написанию, потому что так просто будет легче, вы сэкономите себя очень много времени. Старайтесь не читать работы поступивших студентов. Я понимаю, что это может быть немножко controversial для некоторых, потому что а как еще понять, как вообще выглядят сочинения, какой у них формат. Сколько бы вы сочинений не прочитали, успешных сочинений, ребят, которые поступили в Гарвард, вы не знаете, какая у них заявка, вы не знаете, какие у них интересы, что у них в других частях из сочинения. И поэтому вы не сможете угадать, как это сочинение совмещает все эти моменты в одно. Поэтому, в принципе, читать сочинения других людей это абсолютно бессмысленно, потому что там будет оригинальный свой формат, своя идея, своя история, и вы подсознательно все равно повторите это, может быть, где-то и примените у себя. Оригинальность — это одна из самых главных моментов в поступлении. Это то, что вы должны обязательно себе куда-то записать. оригинальность, stand out. Это самое важное в поступлении. Смотрите, 100% ребят, 5% поступают. Если все будут писать одинаково, instant reject всем. Вам нужно попасть в топ-5%. И для этого вам нужно выработать, вот как говорят американцы, develop your own voice. И наши ребята иногда не понимают, что это такое. Что это такое shape your own voice. Именно это и подразумевается. Ваш голос, ваше уникальное видение на мир, ваша перспектива с точки зрения того, что вы читаете, с точки зрения того, с кем вы разговариваете, с какими людьми вы общаетесь, возможно, в каких социальных моментах, каких-то элементах, с какими социальными элементами вы сталкиваетесь. Следующий момент. Читайте свои сочинения близкими и получайте от них обратную связь. Очень часто я приносил свои сочинения моим родителям. Они говорили, слушай, это вообще не о тебе. То есть, если можете, это кажется, что это о тебе, но это просто не о тебе. Это о каком-то другом человеке. Когда вы читаете свое сочинение, оно должно быть пропитано просто вашими интересами, вашим взглядом и вашими мыслями. И последний момент. Редактируйте. Это один из самых важных элементов в написании вашего сочинения. Я не знаю, у кого вы можете спросить, кто может вам помочь с редакцией, кто может вам помочь с тем, чтобы зафиксить где-то грамматику. Может быть, структура не совсем правильная. Может быть, у вас много redundancy и нужно удалить половину вашего сочинения. Такое тоже очень часто было. Но вам нужно найти кого-то, кто в этом по-настоящему разбирался бы. В идеале тот человек, который прошел через этот путь. И очень важный момент. К сожалению, те ребята, которые реально поступают, в основном у нас есть несколько таких мест в Узбекистане, которые стабильно производят студентов для топовых международных вузов. Это ТАЭС, это где-то Весьмисерские лицеи и так далее. Ребята не хотят этим делиться не потому, что они, может быть, там жадные, это какая-то такая информация, а потому что очень большие, высокие альтернативные косты. Да, очень высокие альтернативные косты. Представьте, когда вы поступаете в университет, вы можете пойти в Делойт, вы можете пойти в Голдман Сакс, вы можете работать с норвежским лауреатом, вы можете делать еще что-то. И, к сожалению, очень мало людей выбирают передавать вот эти знания дальше. Ну, хорошо. Вечтал сказал, что мы можем спуститься и там продолжить уже с вами все можно, как-то на индивидуальном уровне можем поговорить. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok